Евангелие от Марка 5 глава 40 стих. И смеялись над ним, над крестом. Спрашивают, почему смеялись? И вообще, когда люди смеются? Когда смеются, то представляют, что они чем-то лучше. Над Христом смеялись не один раз. И когда думаешь, кто над кем? Ведь никакого даже сравнения нет. Творец, Создатель пришел к твари. И тварь настолько далеко ушла от Создателя, что смеется над ним. Мы что-то испытали? Допустил нас Господь пройти по Его следам, чтобы над нами смеялись? Над детьми смеются, если они верующие по-настоящему. Четвертая книга Царств 4.33. Считаем. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. Человек, над которым смеются дети. Где он может найти утешение? Дети. А они старше сегодня совсем не почитают. А зайди дома, затворись. И представь, что прошел Господь. Приклони колени. И за этим детей помолюсь. Возможно ли, чтобы они изменились? Я иду по улице. Рядом падает палец кирпича из-за забора. Я по сегодняшний день не знаю, кто он. Я мог попасть на него. И неоднократно это было. Люди видят, что ты ведешь, и они смеются. Вот бородой особенно. Вы идете, если одеты, как приличный святым. Обязательно будут какие-то замечания делать. Деяние 17.32. Услышав о воскресении мертвых, один отмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. У Павла вещь касалась сердец многих. Но когда говорил о воскресении из мертвых, сразу все изменилось. И сегодня церковь просто использует в своих целях о борьбе с преступностью, в экономических вопросах, называют проблемами, о том, чтобы честно жили, демографические вопросы какие-то решают. А ты скажи, о воскресении из мертвых. Сразу все меняется. Это определитель. Совсем согласны. И что, как работают верующие, и они честные, все хорошо. И слова наши принимают до момента, как скажешь о воскресении из мертвых. А с позиции воскресения из мертвых все выглядит тогда по-другому. Тогда разницы никакой нет. Ты говоришь, надо, чтобы русская нация заняла такое ведущее место. Почему? Зачем? Если они Бога не знают. Она вообще не нужна, эта нация. Сегодня уже схемы вычислили. Весь мир, весь земной шар может прокормиться за счет нашей страны. В мире сегодня 6 миллиардов. А у нас в России такой потенциал, столько земли, что могут прокормиться 32 миллиарда. Это вообще даже... Это 5 с лишним земных шаров может прокормиться в одной стране. Но я считаю, что долго так не будет продолжать. А чтобы такие земли лежали в зале, такие леса, это не может быть. Рано или поздно этот вопрос будет поставлен. Хотя он уже сегодня ставился. Над нами же смеются, что мы не можем обеходить себя. Имея такие ресурсы, сколько 30% рыбы только свою и остальную завозят. Единственное, что хлебом еще могут себя обеспечить. И то завозят. Все продукты, какие у нас есть, и вина, вина на 25%, рыбок совсем хотя не было. Мясные, все остальное завозится. Мы себя не можем обеспечить. Когда узнаешь это, даже не верится. Да как так? А так. В период революции Россия погнила полу Европы. Как люди вручную работали, держали много скота. И все это было благословенно с молитвой. И масло топили, и в бочках в армию везли. Представьте, как это... Такой был путь-то. Даже не на самолете. Тогда ничего этого не было. А почему тогда было тогда... Самых хороших тружеников ограбили, раскулачили, поубивали, порасстреляли. А сегодня вот это на вымирании все и идет. Если человек верит в Бога, он понимает, над старым смеяться не надо. В том старом, которое разбили, которое предали по руганию, было много хорошего. Люди совсем не такие были, как мы. И поэтому, если смеялись над Господом, то надо всегда спрашивать, а надо мной смеялись? А над моими дедами прадедами смеялись? Ведь мы-то против своих прадедов по здоровью-то, матерью, какие мы-то, мы никуда не годимся. Бытие 15, 14. И вышел в лоб и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте. Выйдите из его места, ибо Господь ответил в его город. Но с детьями он показал, что он шутит. Почему так они восприняли? Мы можем, анализируя это, посмотреть, то, что мы говорили. Все ли люди серьезно воспринимают? И когда мы отходим, они пальцем у виска крутят. О чем он говорил? Я просто упаю. Вот он говорит о Боге. А как дошло воскресенье, послушаю тебя в другой раз. С кем бы вы ни разговаривали, разговор подводите к краткости жизни, к вечности, и получить Царство Небесное, возможно, только через веру в Иисуса Христа. Если даже ваше хорошее отношение, вы сразу поставьте вопрос так. Скажите, вы думаете, что жизнь заканчивается этой жизнью? Нет. А вы знаете, что будет вечность, у которой конца не будет. И вот эта коротенькая жизнь, это только подготовка. Мы сейчас думаем, если Господь благословит, а вы помогите молитвами, на следующей неделе, воскресенье, видимо, батюшка будет здесь, и мы тогда пригласим, хотели ехать в Шарщинске, и несколько человек могут приехать и ездить за Дьяву еще где, чтобы легче было здесь побыть, позанимать все, чтобы они могли образовать там общину, начать трудиться. То есть что-то мы посеяли, но мы не знаем, насколько все это крепко проросло. Об этом надо молить, а мы там были. Надо им показать, чтобы побыли на службе. Иоа 12,4. Под смешищем стал я для друга своего. Я, который взывал Бог, и которому он отвечал. Под смешищем человек праведный и непорочный. Над верующими-то вообще все смеются. Сегодня не так открыто, как в прошлые времена, когда у власти были коммунисты. Как издевались, как смеялись. Я помню, на вахте очень трудно было. Я затремал. Затремал, меня в это время сфотографировали. Да мало же еще не бывает. Начиная вахту, в это время, я знаю, полчаса нужно ждать, когда выйдем в море, я свободен. Я присел и замужнул, четыре часа, сфотографировали в газету. Сон блаженного Игнатия. Заголовок. И что? Не исход, что сплю я. Нет, а что вот я верующий, учился и блуждаю по религиозному болоту. Ну и все остальное. Они смеются. А сейчас вы вернусь назад и сказать, вот эти нас вешники, кто... Ну а где они все? Я же знаю. Какие у меня были соплассники, практически ни одного нет. Вот на еще один грех, больше никого не знаю. А почему? Да разные причины. Как правило, грех задавил. Лукаш 16, 14. Слышали все о парисеях, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним. Господь говорил труднобогатому в эти сапства небеса. А они смеялись. Смехом пытались прикрыть свой пород. Надо благодарить Бога, что мы это слышим. Есть многое, что нам сегодня окажется неявным. И может где-то и действительно засмеется. Но надо контролировать, на чем он засмеялся. Дети сегодня не понимают ничего. Показывают фильм. Фильм хороший. Что-то случилось, там показано, как человека ударили. Вот это и они все засмеялись. Смотришь, убили, они смеялись. Убили. Останавливали фильм, смотрят. Убили его. Он же никогда не будет жить. Это все из дома идет. Сделайте так, чтобы сердце его было сострадательным. Тот человек, который упал, или этот мальчик. Видите, он один, нет родителей. Или как ему трудно. Чтобы он вошел в это. Не смеяться надо. Ты в этом положении погибнешь, если будешь. Матфея 7,6. Не давайте святыне сам. И не бросайте женщину вашего перед свиньями. Чтобы они не попрали его ногами своими, обратившись, не растерзали вас. Насмешками. Клеветами. Бог милует. Сегодня верующих так не следует. Но так будет не всегда. Я не знаю, с чего это начнется. Сегодня прямо рассуждают. Что Америка нападет на Иран почти точно. И может применить атомную лыжу. Вот один из вариантов. А один из вариантов такой, что рано или поздно это будет и у нас здесь. Поэтому надо ценить каждый день, каждую возможность. И детям говорить о временности жизни. Насколько все это серьезно. Чтобы лишний раз они не смеялись. Мне предлагает мой брат. И говорит. Запишу я, как дети ведут себя на переменах. Как-то они кричат. И верующие. Дети ведут себя нисколько не лучше. Такие слова пустые говорят. Они ничего не понимают. Ваши дети должны от разведовских очень сильно отличаться. Занимайтесь ими. Мы учились тоже в школе. Учились вот за 15 километров. И чтобы вот так бегать и в коридоре с неверующими. Я вообще этого не знаю. И здесь, когда у нас было, тоже не знаю. У нас этого не было. Неверующих. И мы все время дистанцировались. Евангелия в руках не было. Я даже слова Евангелия не слышал никогда. Но никогда никакой дружбы, игр с неверующими не было. Ну, на поле вышли, там футбол было у меня, приходили. А чтобы вот так, ну, на переменах, ну, просто необходимо. Можно было даже заснять, показать, отдельно сделать разбор учителя. Ну, чем вы отличаетесь? Вы свет миру. Мне даже трудно поверить, не говорить, что люди неверующие, неверующие в семье, у которых там скверно слоют, и дети, ведут себя лучше. Даже с покорением. Это все-таки с нас спросится. Неверия 2.19. Услышав это, становал лап. Смеялся над нами и с презрением говорили. Что это за дело, как это вы делаете? Уж не думайте ли возмутиться против царя, когда строили храм. Насмешки, как правило, не просто насмехаются, а стараются подвести государственное преступление. Мне тоже, да, на двое-то говорят, ну, вы же не на веру сидели, а вот за то, что опубликовал о массовстве, за то, что брал интервью, рекрессированный, опубликовал архипелаг ГУЛАГ. Так это все по вере. Это я верю, что я обязан сказать. Почтить память умерших. Нет, это за политику. Ну, считай, что за политику. А что вас так это беспокоит? То есть стараются нанести этим удар, что ты думаешь за Бога, а это не за Бога. А вот Христу задали вопрос, стоит ли давать, подать кесарю или не давать. Это политический вопрос. И его надо было отвечать. И Господь поставил все на место. Псалом 122, 34. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением. Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Когда на нами смеются, гонят, презирают, клевещат, и мы ведем себя достойно перед Господом, то за это награда от Господа. И за тысячу лет до Рождества Христова уже говорит, помилуй нас. Почему? Потому что мы довольно насыщены презрением. То есть чем больше поношения, тем ближе к нам Господь. Довольно насыщена душа от надменных. А это может быть и внутри церкви. Вот сегодня на нас давят по всех сторон патриаршие священники. Но это естественно. Мы знаем их происхождение. Мы открываем, что патриархию образовали, это не просто отцарского времени, а это безбожники, Сталин и Берия. Они никак не могут понять этого. Или как уж Господь допускает. А если они это поняли, то должны понять, что все в структуру это заложено. Патриарная ложь. Салом 21.8. Все видящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головою. Если написано обречься в Господа, и Давид видит, что видящие ругаются надо мною. С нами это бывает или нет? Если в Господа, мы должны весь этот путь пройти. Воскресение не может быть без Голгофа. Какая моя Голгофа? Это от родных, близких, от детей, от соседей, от неверующих, от священников. Ну что-то обязательно будет. Никогда не было того, чтобы святые благодарили Бога за то, что в жизни ни разу не потерпели поношение за Христа. А не скорбели от этого. Мы не можем просить это поношение. Мы радуемся, что нас не трогают. И все-таки внутри себя мы должны знать, существует какая-то мера страдания, которая украшает человека. И которую Бог дает силы выдержать. На свежку не просто выдержать. Приучите детей. Сегодня сейчас, дома. Потребуйте. Как делают святые? Тебя взрывают. У них какие-то клички есть. Не нравится? Ну давай, вот я тебя так назову. А в чем эта обида? Постоянно ребенка настраивает ей на то, что тебя не все будут гладить по голове. Над Господом смеяются. Смеяются, и мы должны это купить пройти. Над нами тоже будут смеяться. Если ты будешь нести себя как христианка, без насмешек не обойдется. Потому что вольно живущие люди, не знающие никаких тормозов в этой жизни, а ты для них будешь, как же это, бельмо в глазу. Они обязательно будут смеяться над тобой. Над твоими привычками, над твоими друзьями, над твоим времяпровождением. И к этому надо приготовиться. Господь дает силу. И силу эту мы берем в молитве. И можем сказать, да Господи, от тобой смеялись. Ты все это перенес. Ты оставил нам пример. Ты все делаешь так, чтобы эти насыщики сделали меня более твердо. Наслежки это еще не удары. Будут удары. И удары это еще не отсечение членов. Будет отсечение членов. И это еще не смерть. Но будет еще не смерть. Кого Господь удостоит, тот пройдет через это. И перед Господом становились на колени, плевали, мили, прореки, и других спасал себя, не может спасти. Он все прошел. И поэтому искушаемым может помочь. Помоги нам, Господи. Всякое понышение, презрение, от родных, близких и врагов перенести с достоинством, прославляя Твое святейшее имя. Аминь. 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 Продолжение следует...